Здравствуйте, ребята! Сегодня мы встречаемся на уроке экономики в рамках курса «Человек и общество» в шестом классе. И проведу его я, Сагидулина Рамзия Вагизовна. Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь. Лао Цзи. Раскройте смысл данного высказывания. Какое отношение эти слова имеют к нашему уроку? Достаточно ли у вас знаний по экономике? Ведь экономика – это важная и интересная наука. И никто не отрицает, что экономические знания и мышления – это требования сегодняшнего времени. Сталкиваясь с экономическими отношениями в меняющемся мире, только с помощью экономических знаний можно ответить на вопросы. Как заработать деньги? Как их разумно потратить? Сегодня мы еще раз убедимся в ценности экономических знаний. Итак, тема нашего урока – экономика и общество. Культура потребления. Сегодня на уроке вы познакомитесь с понятиями потребности, потребления, бюджет, личный бюджет, карманные деньги. Сформируйте представления об экономике как сфере жизни общества, ее основных проявлениях и участниках. Раскроем роль и значение экономики в обеспечении важнейших потребностей в жизни людей. Сформируем суть и значение экономически грамотного и нравственно ценного поведения человека в экономике. В этой жизни каждый из нас выполняет множество ролей. Сегодня на уроке я учитель, вы ученики, дома я мама, бабушка, жена, вы сыновья, дочери, внуки. Ну а в мире экономики, то есть на рынке, мы выполняем различные роли. Какие? Потребители и производители, продавцы и покупатели, работники и работодатели, собственники, предприниматели и налогоплательщики. Исполняя каждую из этих ролей, мы вступаем в определенные отношения с другими людьми. Руководствуемся определенными нормами. Стараемся действовать наиболее рационально. Экономика построена на экономической деятельности, которая, в свою очередь, состоит из четырех основных элементов. Производство, распределение, обмен и потребление. Производство – это процесс создания экономических благ, то есть объектов, которые удовлетворяют потребности человека. Распределение – это разделение произведенного продукта дохода между участниками производства. Обмен – это процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт. Потребление – это процесс, в котором произведенный продукт используется для удовлетворения потребностей. Мы выяснили, что экономика – это хозяйство. И как у любого хозяйства, у экономики есть главные действующие лица. Главные действующие лица – это производитель и потребитель. Производитель – это те, кто участвует в создании товаров или оказании услуг. Потребитель использует товары и услуги для удовлетворения своих потребностей. Итак, чтобы участвовать в процессе экономики, нужны два участника. Тот, кто производит товар, и тот, кто его потребляет. Давайте вспомним героев наших сказок. Как вы думаете, муха-цокотуха, когда пошла на базар и купила самовар, она потребитель? Да, так как она приобрела данный товар. Сказка о золотой рыбке. Старик по отношению к золотой рыбке потребитель? Нет, так как старик не платит рыбке за предоставленные услуги. Робинзон Круза на острове. Является ли он потребителем? Нет, так как он сам производит своими руками. Давайте запомним. Производителем и потребителем в экономике может быть как отдельный человек, так и группа людей, предприятий и государства в целом. Участники экономики могут выполнять обе роли, как производителя, так и потребителя. Ребята, а какие потребности вы можете назвать? Давайте вспомним пирамиду Маслоу, которую мы проходили в пятом классе. Все потребности можно разделить на пять видов. Первое – это материальные. Второе – потребности в безопасности. Третье – социальные потребности и в карьере. А также духовные потребности. Все эти потребности мы разделили на пять частей. Скажите, пожалуйста, потребности человека ограничены? Нет. Мы знаем с вами, что потребности человека безграничны, а ресурсы ограничены. Вспомните повесть. Старик Хатавыч. Например, он исполнил ваше желание в 12.30. А в 13.00 у вас есть желание? Почему? Чтобы удовлетворить неограниченные потребности человека, нужно рационально использовать ограниченные ресурсы. Рациональное поведение потребителя – это продуманное поведение, предполагающее сопоставление результатов действия с затратами. К примеру, если гражданин потратил немало денег на развлечения при невысоких доходах и теперь у него нет денег на покупку основных продуктов, то это пример нерационального поведения. И наоборот, если человек контролирует свои расходы и соотносит их с доходами, это будет примером рационального поведения. Рассмотрим этапы рационального поведения потребителя. Первое – осознание необходимости покупки. Второе – поиск информации о товаре или услуге. Третье – оценка возможных вариантов покупки. И четвертое – принятие решения. Ограничениями на пути достижения цели потребителя могут быть семейный или потребительский бюджет, цены на товары и услуги и ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Давайте познакомимся с вами, что такое бюджет. Бюджет – от французского «сумка, кошелек с деньгами». Бюджет – это структура всех доходов и расходов за определенный период времени – неделю, месяц, год. Доход – это материальные ценности или деньги, получаемые в виде заработной платы, вознаграждения или подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, услугу или другую деятельность. Доходы можно получать в виде наличных – банкноты, монеты, кредиты. И безналичные – счета в банках, чеки, а также в виде различных благ – сваренный обед, сшитое платье и другие. Виды доходов. Заработная плата, доходы предпринимателя, пенсия и стипендия, аренда, банковский процент, доходы от ценных бумаг, выплаты и различные льготы. Расходы – это затраты на покупку, ремонт и на содержание или обслуживание всех членов семьи. Виды расходов. Питание, коммунальные услуги, покупка одежды, обязательные платежи, развлечения. Посмотрите, пожалуйста, как выглядит семейный бюджет, который необходимо вести ежедневно, ежемесячно. Виды бюджета. Если доходы равны расходам, то бюджет сбалансированный. Если доходы больше расходов, то бюджет избыточный или профицитный. Если доходы меньше расходов, то бюджет дефицитный. Посмотрите, пожалуйста, диаграмму расходов в бюджете граждан в Кыргызстане. Питание составляет 40%, коммунальные услуги и обязательные платежи 20%, развлечения 10%, непродовольственные товары 20% и лишь 5% – это сбережения. Издавна у людей было особое отношение к деньгам. Их тратили, дарили, берегли, копили, отдавали в долг. Спустя столетия отношение к ним не изменилось. Не только взрослые, но и дети должны владеть культурой обращения с деньгами. Мой подарок незатейлив. Вам дарю в подарок деньги. Все, что только захотите, вы себе на них купите. В общем, разберитесь сами, как вам поступить с деньгами. Как вы думаете, о чем идет речь? Да, ребята, о карманных деньгах. Карманные деньги – это сумма, выделяемая детям на их собственные нужды. Или средства, которые даются подросткам, родителями, на мелкие расходы. У вас есть карманные деньги? Откуда они берутся? Как вы обычно их тратите? Можно ли сэкономить деньги? То есть карманные расходы. Нужно ли уметь экономить? И для чего? На эти вопросы вам ответит тетушка-сова. Посмотрите, пожалуйста, видеоролик «Уроки тетушки-совы». Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! Смотрите, какой красивый кошелек мне купили! Поздравляю! Спасибо, тетушка-сова. Теперь в этом кошельке я буду хранить свои карманные деньги. Сейчас мы расскажем ребятам, что такое карманные деньги и как ими правильно распоряжаться. Обычно каждую неделю родители выдают своим детишкам небольшую сумму денег на их личные расходы. А детишки часто тратят свои карманные деньги на всякие сладости, газировку и прочие мелочи. Например, Яша любит в жаркий день поесть мороженое, причем иногда даже и переесть. А Кесси не упустит возможность лишний раз перекусить между завтраком и обедом. Сима коллекционирует открытки с цветами. А Буля много фотографирует и часто покупает батарейки для аппарата. А ты, домовенок, на что хочешь потратить свои карманные деньги? Ой, тетушка Сова, даже не знаю, я все хочу. И мороженое, и колу, и открытки. Тогда я дам несколько советов и тебе, и нашим маленьким зрителям, как лучше распоряжаться личными деньгами. Вот спасибо. Каждой семье взрослые сами решают, когда и сколько карманных денег выдавать детям. Мой первый совет. Скажите своим родителям, как и на что вы собираетесь их тратить. Родители обязательно вам помогут разобраться и спланировать расходы. Вот, обратите внимание, Яша, получив карманные деньги, тут же их все потратил. Необдуманно, верно? Ведь теперь он целую неделю будет ожидать следующие карманные деньги. Если бы он посоветовался, то, скорее всего, так бы не поступил. Кесси четко посчитал, на сколько сосисок ему хватит денег, а какую часть можно даже откладывать. На огромную сосиску, правда? Смешно. На самом деле, Кесси и Сима, по моему совету, свои карманные деньги делят на три части. Первая часть – потратить. Вторая – накопить. Третья – отдать. Как потратить, мне уже понятно. А вот вторая часть зачем? Каждый из нас, мои дорогие, может копить деньги на что-то очень важное и ценное. Симочка копит деньги на альбом для открыток. Кесси – на новый компьютер. Буля – на фотоаппарат. А я могу копить деньги на велосипед. Хорошая идея. А третья – отдавать. Если у тебя есть долги, например, не хватило денег на игрушку и ты попросил взаймы у родителей, долги надо возвращать обязательно. Понятно. Теперь кроме кошелька мне будет нужна еще и большая копилка. Или специальный счет в банке, например, такой, который по моему совету открыл Кесси. Когда у Кесси на счету накопятся деньги, он сможет купить новый компьютер. Какие советы дала нам тетушка-сова? Давайте повторить. Советуйтесь с родителями. Разделите свои карманные деньги на три части. Первое – потратить. Второе – накопить. И третье – отдать. Долги ведь надо возвращать. Для того, чтобы научиться рационально использовать свои карманные деньги, необходимо ввести свой индивидуальный бюджет. Бюджет необходимо ввести ежедневно. И вы увидите, как чаще всего вы совершаете необдуманные покупки. А сейчас мы ответим на вопрос, надо ли давать детям карманные деньги. Психологи говорят, давать карманные деньги надо, чтобы чувствовать себя личностью, которой неунизительно жить в мире самодостаточных взрослых. Хотя бы для того, чтобы он смог удовлетворить свои потребности, которые взрослые не всегда могут предусмотреть. Только когда дети получают деньги, они учатся их копить, тратить и рассчитывать. Давайте познакомимся с правилами обращения с деньгами. Не делайте из денег кумира. Не ставьте деньги на место Бога. Зарабатывайте честно. Соизмеряйте свои хочу и могу. Не хвастайтесь заработанными деньгами и не считайте деньги прилюдно. Старайтесь не влезать в долги. И последнее. Не играйте в лотереи, в азартные игры. Наше занятие подходит к концу. Возможно, мы сегодня впервые говорили так много об этой проблеме. Но ведь она сопровождала и будет сопровождать людей на протяжении всей истории существования человечества. Умение обращаться с карманными деньгами – особый навык для формирования в будущем финансовой самодостаточности. Вывод. В современном мире деньги играют большую роль в жизни человека. Поэтому через планирование карманных денег ребенок получает основные навыки их использования – учиться ценить деньги. В завершении урока я предлагаю вам проверить себя, как вы усвоили сегодняшнюю тему. Ответьте на вопросы и помогите заполнить кроссворд. По вертикали. Первый вопрос. Деньги, которые поступают в семью. По горизонтали. Состояние бюджета, когда доходы превышают расходы. Правильно. Первое – доход. Второе – профицит. Следующий вопрос. По горизонтали. Состояние бюджета, когда расходы превышают доходы. По вертикали. Четвертый вопрос. Смета доходов и расходов семьи, устанавливаемая на определенный период времени. Дефицит и бюджет. По горизонтали. Пятый вопрос. Свод приходов и расходов при составлении финансовых отчетов. Шестой вопрос. Установленная сумма регулярно выплачиваема получателю по достижению ему определенного возраста. Ответы. Баланс. Пенсия. И завершить наш урок позвольте словами Авербаха Бертольда. Приобретение денег требует доблести. Сохранение денег требует рассудительности. Трата денег требует искусства. Наш урок закончен. Молодцы. Сегодня на уроке вы хорошо поработали. Спасибо за внимание. Желаю всем успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!